Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда человек получает видение И он соединяется с этим видением Он бежит вперед Иногда в мире мы получаем очень красивые примеры Как поймать видение И как идти за ним Я очень вам рекомендую просмотреть фильм Я не помню его имя, но найдите в интернете Это про того парня, который основал Макдональдс Кто из вас никогда не ел в Макдональдсе? Три человека На здоровье Это не очень здоровая еда Но есть там салат из курицы Это нормально И конечно много кока-колы Это хорошо Этот парень начал свою империю В 52 года Большинство людей В возрасте 52 уже смотрят на пенсию На 67 Чтобы понемногу убавлять действенность Но этот парень Он поймал видение И он преуспел Когда у вас будет возможность Посмотрите этот фильм Я сегодня буду говорить об Самоиндификации Кто мы? Кто мы как евреи мессианские? Мы только евреи Мы рождены от еврейской матери Или еврейского отца Может мы стали евреями Мы приехали сюда И соединились с евреями Кто мы? Я думаю, что есть многие люди Которые не могут Исполнить свое назначение Потому что не до конца Поняли кто вы? Кто ты в Израиле? Как мессианские евреи Сегодня точно Я не дам все ответы Но я бы хотел Чтобы мы как старейшина общины Дали урок за уроком Как найти Как найти Как найти Как найти Вот это призвание Я вышла замуж За еврея Может мне нужно пройти Чтобы в паспорте была печать Какая печать? Евреи Или гер Кстати, какую печать ставят? В новом паспорте Израильском Всем написано Израильтянин Но если вы получаете Распечатку Из МВД То, скорее всего Что даже если Сделали гиюр Там не написано Еврей Там написано Гер Значит, вам дали Маленькую скидочку Со словом Гер В паспорте Все равно Нельзя Выйти замуж За еврея Я сегодня Начал Собрание С объяснением Стигмы Левым Мы Как зомби Микаблим Эйзишу Меда Киитрагальну Лемеда Зот Иногда Мы Как зомби Получаем Какую-то Информацию И мы Повыкаем К этой Информации И нам Нужно Открыть Глаза Тебе Нужно Пройти Гиюр Какой Гиюр Гиюр Ортодоксальный Реформический Может Мессианский Что это Ортодоксальный Гиюр Полгода Учишься С раввином А потом Нужно Сказать Я больше Не верю В Мессию Может Нужно Пройти Светский Гиюр Переспать С несколькими Людьми На улице Азата Исраэли Беме Азата Исраэ Значит Ты Израэльтянин На 100% Это конечно Сарказмом Кто ты Может Вы думаете Что Рахель Которая Вышла Замуж За одного Из Патриархов Или Ревека Или Лея Они Прошли Ревнистический Гиюр В первом веке Были 15 Разных Направлений В иудаизме Цзоким Вепрушим Цзокеи Фарисеи Иссеи Взилоти Иссеи Зилоти Иродианим Вэллинистим Иродианой Геллинисты И еще Меньше Эйзе Гиюр Лавор Бешвилиют Яхуди Кому из них Обратиться Чтобы быть Какой Гиюр Сделать Чтобы быть Евреям Как найти Себя Эйх Рут Муавит Афхали Йудия Мишу Зохер Как Руф Муавейка Стала Муавитянка Спасибо Кто-то Помнит Как она В какой Ещиве Она училась Она Схватила Одежду Матери И ее Покойного Мужа Ихриза Амех Амех Амми Элухих Элухи И Провозгласила Твой народ Мой народ А твой Бог Мой Бог И она сказала Твое Видение Мое Видение Как понять Кто мы Чтобы Избавиться От стыда Избавиться От стигмы Как быть Свободными Люди В Свободной Стране И Провозглашать Истину Которая Бог Нас Вогласовил Ей Они Ягид Машу Каха Им Похвалюсь Я Ягид Машу Каха Ле Я Немножко Похвалюсь Я Я Я Я Я Я Они играют в юно-филармонической израильской оркестрии. Это 110-120 детей со всего Израиля. И я помню, мы были как-то на музыкальной лекции вместе с ними. Я не музыкант. И спикер говорил, что во всем Израиле есть может 150-170 детей, которые пришли к этому уровню. В Израиле сегодня 9 миллионов людей. В 20 тысяч из них. И вы среди них из 20 тысяч, те, кто получили совершенную истину про мессию, которая восстала из мертвых. И, конечно, есть другие вещи, которые нам нужно копать и искать. Но это самая базовая истина и самая высокая истина, что вы и еще 20 тысяч людей в Израиле, они знают это. И большинство из нас все еще стесняемся и не знаем, кто мы. Что с этим делать? Тут и там мы можем, может быть, поделиться. Но мы всегда встречаем страх. Станец. Пах от душа. Стыд. Кто мы? Я хочу прочитать. Несколько стихов из Иеремии. 35 глава. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Акима, сына Иосии, царя иудейского. Иди в дом риховитов. Риховиты, по всей видимости, риховиты, скорее всего, не были евреями. Они, скорее всего, были как наши бедуины. Они жили здесь. И Иисус Навин не прогнал их. Потому что они не были среди семи проклятых народов в Ханаане. И вот что написано. Иди в дом риховитов и поговори с ними. И приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. И я взял Язанию, сына Иеремии, и сыне Аваться, и брать его, и всех сыновей его, и весь дом риховитов. И привел их в дом Господень, в комнату сына Ванана, сына Гадалии, человека Божия, который подлиг в комнаты князей, над комнатой Маосеи, сына Селумова, стража ухода. И поставил, и поставил перед сынами дома риховитов полные чаши вина и стаканы и сказал им, пейте вино. И Илухим сказал ему, сделай такой эксперимент. Погласил на пир сынов риховья. Погласил там много мяса, и чтобы было тоже вино пить. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Йонадав, сын Рыхава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовек. И домов не стройте, и семян не сеете, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странники. И было слово Господне Керемии, так говорит Господь Саваот Бог Израилев. Иди и скажи сынам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь. Слова Йонадава, сына Рихавава, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, а что я сказал вам, вы не исполняете. Я просто хотела вам показать картину, как один клан, получил какое-то безумство своего праца. И тот отец сказал, сыновьи мои, не пейте вино. И они это услышали. Они это приняли как благословение, выбор. Приняли это. И они живут так. А вы сыновья Израиля. То, что я вам говорю. Вы не слишком хотите принимать. Эти услышали человека и согласились. А вы слышите от меня, творец мира. Кто мы? Я думаю, что каждая местная община это как клан сыновьев Рихавовых. Есть то, что принято во всех общинах, во всем Израиле. И в обычном Израиле. И есть то, что характерно только нам. только в швей цион. Почему? Потому что у наших старешных есть вывих. Как в каждой семье. Есть вещи, которые не одинаковые у всех семей. Но у каждого из них есть свой бзик. Я могу это не любить. То, что происходит внутри одной семьи. Я могу говорить против этого. Но я не могу изменить. И намного лучше это принять. И тогда ты в мире со всеми. Ты это, конечно, можешь исправить, если это греховный бзик. Но если это просто стиль жизни, тебе нельзя это трогать. Ты не можешь ничего сказать и сделать. Я сейчас буду говорить о наших бзиках. И я очень вас прошу, послушайте меня. По-моему, это должно влиять на нашу самоидентификацию. Что отличает нас как мессианские евреи? Сначала наши усты и наши дела должны быть в одном направлении. Не говорить что это одно, а делать другое. Сейчас пресса говорит об всяких решениях Натанияу. И что-то очень интересное они сказали. Они сказали, что в интервью, когда его спрашивают на английском, он отвечает по-другому, чем когда его спрашивают на иврите. Потому что, когда, ну, вроде большинство израильтянов, да, знают английский. Но они не воспринимают то, что он говорит на английском. То есть, он что-то обещает американцам. А нам что-то другое обещает. Его жизнь очень тяжела. И нужно за него молиться. Как написано в Новом Завете. Молитесь за правительство. Но мы простые люди. И очень важно, чтобы наши слова и наши действия были в одном направлении. Потому что вы и без очков можете увидеть, что религиозные персоны в Израиле тоже делают не так. Говорят одно. Говорят, делают другое. Поэтому очень важно, чтобы мессианское движение чтобы мы делали то, что говорим, и говорим то, что делаем. Это одно из вещей, которое должно нас характеризовать. Вторая вещь. Я не много раз, но иногда учу детей здесь в общине. И я заметил. И это меня очень напугало. Они очень умные дети. Большинство из них очень уважительные, вежливые. Но не хватает двух вещей. Угадайте, что? Ну. Подслушай. Ну. Лео. Лео. Шнеидворим. Две вещи. и знания Писаний в мессианском формате. И я был удивлен, что дети, которые здесь родились, не слишком сильны в Иврите. Я не осуждаю. Я сам стесняюсь. Я приехал в Израиль в 22. И мне не удалось выучить Иврит хорошо. И мой Иврит недостаточно хороший. Я очень стараюсь. Но те, кто здесь родились, и с первого класса здесь учатся. Дорогие ребята. Я очень хвалю вас за то, что вы пытаетесь научить детей еще один язык, это русский. Но выкладывайте усилия, чтобы ваши дети были на 100% свободно говорящие на Иврите. Да, большинство из нас говорят на русском дома. Но дайте ободрение вашим детям. Молитесь об этом. Я ни в коем случае не осуждаю. Но мы здесь, в Израиле, не растим. Русский фронт. Может, я немножко переборщил. Может, состояние настолько плохое. Но я говорю, что мессианское движение в Израиле должно характеризоваться не только промиленельностью, но тоже ивритским языком. Пожалуйста, услышьте меня, особенно родители маленьких детей. Потому что без иврита нет того, что называется любовь к земле. Если вы слышали историю Элиезара, может, вы слышали историю Элиезара Бен-Ягуда. Он приехал в Израил с Иидиш. Они знали все языки, кроме Иврит. И все смеялись над ним о том, что он очень хотел возобновить Иврит. Его обсмеивали, бросали мусор на двери его дома. Но они в доме. Они решили и говорили на Иврите. Это было очень сложно. Но вы, наверное, слышали об Шимон Перес. Он тоже говорил с русским акцентом. Нет чего делать. И управлял большими проектами в Израиле. И акцент это не проблема. Боия, когда он не знает Иврит. Когда ты знаешь Иврит. И когда ты читаешь Писание на Иврите. Когда ты слышишь. Ты просто тупишь двором, ты воспринимаешь вещи, которые в другом языке ты не воспринимаешь. Мы с Ниной носим в реке, и сейчас, въехать, ломдим Таамея Микрая, Брешит Пэрек Ехат. Я с Ниной еду в машине, и учу вместе, музыка Писания Таамея Микрая, Мебрешит Пэрек Хришон. Брешит. Брешит. Бетие. Первая глава, первый стих. И я просто ошеломлён, насколько я не понимал, то, что там было написано. А я уже много лет учу Священное Писание. Я хочу вас ободрить, учить, или ободрать ваших детей, учить Иврит. У меня есть хотение у меня есть желание сгруппировать детей, чтобы учили английский раз в неделю. Когда приезжают к нам всякие друзья со границы. А здесь только 10 человек, которые с ними говорят на английском. Мне бы хотелось, чтобы все дети с ними говорили, общались. Но сначала, чтобы они споймали вот этот священный язык. Вторая вещь, которую я хотел сказать, особенно родителям. Если вы думаете, что только по шаббатам, в шаббатной школе, дети будут учить Писание, это ошибка. Вы должны их учить. Я очень рад услышать что у моего сына у младшего есть шихи о Танах и о Бритах Ходящих и море истории в Бит-Сепер. Он общается с его учителем по истории и в Писаниях. И они противники один другому. Но у него недостаточно, на мой взгляд. Но он копает. Он копает и ищет вещи, которые связаны с нашей верой. Иногда спрашивают меня вопросы, которые я сам не могу на них ответить. Я прошу каждого родителя. Потому что это на самом деле будет характеризовать нашу самоэндификацию. Говорить с вашими детьми не только про Пуси и Мути, но говорить тоже об Ветхом Завете, о практическом использовании. Чтобы дети тоже поняли как использовать эти вещи. я начал встречать, проводить урок со старшими. Мне это очень интересно, что-то у нас не складывается в последнее время, но мы будем продолжать. мы с ними учим намного глубже, чем мы здесь учим в общине. и я очень рад, что некоторые из них очень за. как лицо нашей общины, как лицо висеянских евреев. Я не хочу сейчас говорить о теологии. Потому что мы все время об этом говорим. Это само собой. Мы говорим авторитет в Писании. Мы въехал мы верим через Ишуа. Мы конечно верим вискупление только через Ишуа. Мы גם легемеро никовим и сомхим о том, что Иллюхим он Мы тоже знаем, мы управляем на то, что Бог, он единственный властвующий над всей вселенной. Я тоже сейчас не хочу говорить про кашрут, потому что мы едим свинину и всякие морские вещи. Я хочу вас ободрить, как сыны реховитов, которые сказали, мы не пьем вино, потому что наш отец сказал. И это наше направление. Мы можем жить без свинины, поверьте мне. Я более 20 лет и уже не ем свинью, и все хорошо. Это возможно. Это очень сложно. Ты чувствуешь себя как партизан, который живет под землей. Как я без сала? Как я без сала? Эй! Как? И в шар? Можно. Тикни кебец. Купи баранину. И вы увидите благословение. Я не хочу говорить об этом слишком много. Я не хочу слишком много говорить об праздниках Израиля и об шаббате. Я уверен, что среди нас есть люди, которые сказали себе, я буду это сохранять, и видят благословение. И есть благословение. А есть те, которые еще не достигли этого момента. Чтобы Бог нам помог освободиться от стигмы. Избавиться от идолов и от скверны. Еще одна вещь более длинная. Шемот перехштемесре. Исход. Двенадцатая глава. Пасукарбаимвешмоне. Сорок восьмой стих. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. Я хочу сейчас говорить к тем, у кого супруг не еврей или еврейка. Есть такие между нас. И иногда, я сказал уже, что иногда эти люди полны стыда. Кто я? Паха. Им они исчаяхли медина. Страх. Принадлежу я этой земле. Может, мне нужно пройти ги-юр? Я думаю, что одна из худших стигм, которая существует сегодня, к сожалению, это ультра-ортодоксальный подход к вопросу иудаизма. Если человек стоит и говорит и укрепляет это во имя Ишуа Мессия, потому что он плотит кровь от Израиля. И говорят, я хочу я хочу погрузиться в эту культуру. Лесофа. В этот язык. Я хочу поймать эту точку зрения. Я хочу и решаю идти в это направление. И после этого я скажу Амен. Бен-адам шаях. Человек принадлежит. И это точно как рождение свыше. Какие характеристики есть у рождение свыше? Кто-то знает? Это единственная характеристика измениться. И это правильно. Если человек говорит что он верующий в Ишуа и даже знает Писание но его жизнь похожа на некошерную свинью то ничего с ним не произошло. Но если он изменяется то он рождается свыше. А если человек говорит я еврей это не важно что там написано в МВД израиль еврей или гер или вообще черточка потому что перед Всевышним мы ходим если у тебя да есть изменения и мы это видим у человека есть понимание о книге Торе есть понимание об Израиль как часть исправления мира и кто я в этом присутствии в статусе то ты еврей ты намного больше еврей чем тот кто у него написано в документе что отец и матери еврей и он сидит в Гоэ в Индии и он курит травку и говорит Харе Кришна ты кто живет в Израиле и соглашает Ишуа как мессию ты еврей вы должны сказать сами себе если у вас есть стыд изгоните это от себя это как бесенок и будьте свободны наконец я хочу сказать еще одну мысль у меня недостаточно было время сегодня написано это написано в Матфея 10 глава 23 23 23 В последнее собрание, я сказал, что я вижу одну ошибку, которую мы совершили в последних 18 лет. Даже не ошибка. Это просто не было открыто. Потому что мы были заняты другими вещами. И одна из истин в Писании была просто скрыта. Вы знаете, что мы как община существуем с 2001 года. И есть вещи, которые мы хотели сделать. И во многих мы преуспели. А есть вещи, которые мы не хотели сделать. Но Бог нас уговорил это сделать. Я никогда не хотел заниматься гуманитарной помощью. Не хотел. Хотел, чтобы кто-то другой это делал. Но Бог нас заставил. Я не знаю, как, но мы в этом. И как община мы развились. Конечно, есть недостающие вещи. Всегда будут. Если ты, если как здоровый человек, вы смотрите на свою жизнь, всегда есть что исправить. Но дело первое, что мы делали один раз, и потом как-то забылось. В 2004 году мы открыли новую общину в нацерете элит. И это то, что написано здесь. Идите в каждый город. И во 18 лет мы были заняты только нашими проектами, которые здесь находятся. И я начал сильно чувствовать, что нам нужно сильно молиться, чтобы все молились. Чтобы Бог нам дал инициативу. И чтобы показал нам на правильных людей. Чтобы открыть еще одну общину. Где-то вблизи или вдалеке, я не знаю где. И обычно это нелегко, местной общины. Но спасибо Богу, что среди нас выросли люди с помазанием, с пониманием. И, как ты сказал, дом Рехаве. Они были богосовенны в их откровении. И я думаю, что Бог даёт откровение, начать что-то новое. Чтобы люди, которые далеко, которые не могут прийти сюда, будут собираться там. Я хочу вас попросить помолиться. Я еще не до конца понимаю. Чтобы Бог нам дал направление. Господь наш Небесный. Я молюсь, чтобы Дух Святой нас направлял. Я молюсь, чтобы ты нам дал направление от тебя. Я прошу тебя, Небесный Отец. Чтобы мы освободились от страха. А ты освободишь нас от идолов. От скверны. Я молюсь, чтобы ты нам позволил смотреть новыми глазами на все окружение. И помоги нам быть свидетелями Иешуа. Дети и ученики Его. Амин. 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 Амин.